Бухгалтер с многолетним стажем Ирина Сизова счет деньгам знает и после выхода на пенсию ко всем обязательным платам относится внимательно. Раньше ветеранам, инвалидам и многодетным семьям полагалась единовременная выплата на оплату услуг ЖКХ. После вступления в силу федерального закона выплата заменена компенсацией. Но если льготник копил долги за коммунальные услуги, выплату он не получит, пока не заплатит по счетам. Ирина Геннадьевна считает такой подход правильный. Обижаться надо только на себя, кто не платил за квартиру, за свет, за газ. У кого нет долгов по квартплате, за газ, за воду, все это постепенно придет в норму. Компенсационные выплаты уже начались, но многим пришли суммы заметно ниже прежних. В региональном министерстве социально-демографической политики поясняют, если выплаты задерживаются, нужно обращаться в отделение социальной защиты. А сейчас, по сути, мы взяли данные за ноябрь, а в ноябре люди ЕГЭТ получили. Поэтому, по сути, сейчас, вот январь-февраль, это внедрение в действие нового механизма, это, по сути, переходный период. Мы начисляем компенсацию, сходя из тех сведений, которые нам предоставили поставщики жилищно-коммунальных услуг. Если совсем не получили, тоже нужно разбираться. Долги у вас? Или вы не попали в базу данных, почему-то сведения о вас были утрачены, они не поступили. Вот здесь нужно будет разбираться. Теперь для социальных выплат в регионе установлен критерий адресности и нуждаемости. Перераспределение бюджетных средств будет в пользу тех, кто реально живет за чертой бедности. Таково требование федерального закона. Это касается и компенсации платы за детский сад. Теперь ее могут получать в семьях, где средний доход на каждого не более полутора прожиточных минимумов. Установлена единовременная выплата детям-сиротам, заканчивающим школу, 5000 рублей. Поддержат и многодетные семьи. Пособие малоимущим увеличено со 150 до 500 рублей. Кроме того, увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.